Три, два, один, граната! Штурм! Так работают бойцы-высотники ОМОН Вятич. Условная задача – обезвредить боевиков. Они на втором этаже. Осматривая каждый метр здания, бойцы спускаются вниз. Здесь, кстати, скорость вовсе не главное, важно качество. А теперь команда к штурму. Каждое действие отточено до автоматизма. Правда, реальные штурмы порой немного другие. Это сумка-альпинист называется. Это для укладки веревки. Потому что у нас здесь сейчас происходят тренировки, мы можем как бы этим пренебречь. А в реальной задаче, когда выполняем задачу, мы же не можем спустить веревку, чтобы она свисала, правильно? Потому что... Жулики заметят. Жулики, да, они увидят, о, кто-то лезет к нам. Поэтому она создана для вскрытия, чтобы просто не висел конец веревки. Плюс карабин, восьмерка и обвязка. Это то, что отличает экипировку бойца-высотника ОМОН. Да и тренируются они чаще, на многоэтажных зданиях. В остальном все то же самое. И штурмы, и стрельба. Боец должен уметь все. Даже когда работа вносит свои коррективы. Задерживали одного жулика с оперативниками. Знали, следили за ним. Ну, соответственно, не мы, а оперативники. Знали, что он в квартире. Дверь очень там такая хорошая, плотная была. В общем, высота небольшая. Решили спускаться не по веревкам, а вызвали подъемник, который делал. Ну, люди электричество чинят. Вот, нас на подъемнике подняли аккуратненько. Вынесли окошко, зашли. Человек, да, находился в квартире. Сопротивления не оказал. Задержали, открыли дверь. В общем, все прошло хорошо, удачно. Рязанский отряд «Вятич» образован 31 марта 1993 года. Практически сразу бойцов отправили в служебную командировку во Владикавказ, Грозный, Моздок, Хасавюрт. За три года успели побывать в восьми городах севрокавказского региона. В 96-м у сотрудников отряда было всего три командировки в Теченскую республику. Однако результативных. 81 преступник задержан, изъято 76 единиц огнестрельного оружия, десятки килограммов боеприпасов и взрывчатых веществ. И это только часть большой истории. Подготовка отряда всегда строится по те условия, в которых ребята выполняют свою задачу. До этого был у нас и Северный Кавказ, там, сами понимаете, горная подготовка. Сейчас динамика вообще операции меняется очень гибко. И после каждой командировки приезжают и говорят, надо отработать вот это, надо отработать то. С момента образования сотрудники подразделения 315 раз награждались государственными наградами. А это 4 ордена за личное мужество, 15 орденов мужества, 95 медалей за отвагу и другие. Сейчас время бросает новые вызовы и ставит новые задачи перед отрядом. Командир уверен, что бойцы не подведут. Говорит, что отряд с уважением продолжает дело ветеранов. С честью несет свое достойное имя. Поехали. Продолжение следует...